Так что ты думаешь, любимая, ты слышала, как Рози разошлась? Эта женщина такая обидчивая, я бы не стал есть её пирог. Если бы ты была тут, стояла бы рядом, ты бы ей всё высказала в своей деликатной манере. Мне просто убить её хотелось. А ты всегда умела находить слова. И я любил это в тебе. Майкл носится вокруг, как вертолёт. Я знаю, что думают дети. Они думают, что я даже есть не могу без тебя. Уверен, они думают, что я даже трусы без тебя найти не смогу. Знаешь, он даже трусы сам найти не может. На худой конец он может ходить по дому и без них. Что тут такого? 52 года, любимая. С первого дня нашего брака ты баловала меня. И я любил тебя за это. Можешь… Майке. Да? Почему ты так настаиваешь на том, чтобы папа переехал? Дай пожилому человеку немного свободы. Скажи мне, что делать. Что мне сказать им? Пап, тётя Роузи угостила своим пирогом. Очень вкусный. Попробуй. Оставлю его здесь. Пирог Суджи Предварительно нагретая духовка. Что такое? Кажется, планшет не работает. Ты не ронял его? Вчера он нормально работал. Может, попробуешь новый кабель? Уже пробовал. Твоя бабушка однажды уронила его. Ничего, дедуля. Папа починит его. Нет, не починит. Почему? У него на всё один ответ. Купи новый. Недавно он просто сказал мне, что ищет покупателя на этот дом. Ты переезжаешь к нам? Никуда я не переезжаю. Это мой дом. Но это было бы так круто, если бы ты жил с нами. Ты говорил с ним о продаже квартиры? Ему это не интересно. Ты ведь не говорил с ним, да? Дай мне время. Торопиться некуда. Некуда? Ну да. Ты, я, твоя сестра, все мы со следующей недели снова выходим на работу. Мы не сможем ухаживать за ним днём и ночью, как на этой неделе. Я хочу сказать, что лучше решить этот вопрос сейчас, пока мы все здесь. Он может поговорить со всеми. Поговори с ним. Объясни, как обстоят дела. Любимая, не ешь после восьми вечера. У тебя завтра сдача крови. Мамочка, как же папа будет справляться? Мне тебя не хватает. Ты думаешь, твой старый дед уже ни на что не годен? Нет, конечно. Если ты решишь переехать к нам, я украшу твою комнату. Идёт? Да, деточка. Идёт. Вот когда я буду одной ногой в могиле, тогда и поговорим о продаже. Ладно? Мы просто хотим помочь, пап. О тебе должен кто-то заботиться. А что, если с тобой что-то случится, а мы не успеем приехать вовремя? Ты нам очень дорог, папа. Мне не нужна сиделка, которая будет тут 24 часа в сутки. Куда бы я ни пошёл, всегда рядом есть кто-нибудь. Я могу позаботиться о себе. Ну так что? Ты починишь чёртов планшет. Я куплю тебе новый. Пап, там фотография бабушки. Главный ингредиент Папа! Покажи. Это… это просто ожог всего-то. Покажи, покажи мне. Пойдём. В этом доме должна быть какая-нибудь мазь от ожогов. Это всего лишь ожог. Знаешь, я её ненавижу. Она оставила меня. Оставила нас. И теперь я… Мы… Всё упало на наши плечи. Не говори ерунды, папа. Мы все знали, что она не могла больше. Нельзя её ненавидеть за это. Но почему она? Почему не я? Всем было бы намного лучше, если бы не стало меня. Нет, папа, нет. Мы потеряли маму, и теперь ты говоришь такие вещи. Как это, если бы не стало и тебя? Майкл тоже скорбит, переживает внутри. Но он чувствует, что должен взять на себя заботу о семье. На маме держалась вся семья. Я не могу так. Ты глава этой семьи. Ты должен ею быть. Знаешь, она хотела пригласить вас всех на чай в то воскресенье. Но у неё остановилось сердце. Мы всё равно можем приходить на чай. Давай в эти выходные. Я принесу кое и скажу Майке, ты сделаешь чай. Только не тост с сыром. Пока, папа. Увидимся в воскресенье. Папа, я починил. Майкл. Теперь нужно обжаривать ремпа. Очень долго. Ты почувствуешь приятный аромат. Это, кстати, рецепт твоей матери. Надо отдать ей должное. Семейный рецепт Ничего не говори ни про дом, ни про сиделку. Знаю, знаю. Ты мне уже говорила. А что, если он сам начнёт? Заходите. Заходите. Я должен кое-что закончить на кухне. А что ты там делаешь, папа? Ты ведь просто делаешь чай? Ну и бардак ты тут устроил. Что ты делал? Пирог Суджи? Откуда? Кто его принёс? Никто. Его сделал дедуля. С твоей помощью. Его сделал ты? Ну, попытался. Неплохо. По-моему, у нас получилось. Вкусно. По вкусу немного отличается от маминого. Хрустящая корочка. Теперь ты всегда будешь его делать, когда приходим? Теперь рецепт ваш. Поэтому в следующий раз пирог делаете вы и приносите его с собой. Будет любопытно посмотреть на него на кухне. Папа, я могу помочь тебе. На следующей неделе нам надо превзойти дедушкин пирог. Ладно, ладно. Мама и вообразить не могла бы что-то лучше. Ваша мама знала, что её время близко. Просто мы не знали, когда. Поэтому она заставила меня снимать всё на камеру. Тихо. Слышите? Она любила эту песню. Пойдём. Взбивать можно и электрическим миксером. Но если делать всё руками, текстура получается намного лучше. Когда будешь стирать, сначала нужно отсортировать грязные вещи и стирать их отдельно. Ещё нужно разделить светлые и тёмные вещи. Ты же не хочешь, чтобы твои белые майки стали розовыми? Дверь морозилки закрывается плохо, видишь? Энни умеет это делать? Нет, Фрэнсис. Дети очень заняты. Ты должен попробовать. Должен научиться. Пирог Суджи. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевёл Юрий Аркалов. Роли озвучили. Алена Андронова. Анна Масалова. Эбби Ди. Елена Лунина. Леонид Дмитриев. И Михаил Полежаев. Пирог Суджи. Пирог Суджи. Пирог Суджи. Гипית менеджерsent genes.